Московские старости Здравствуйте! Сегодня на нашем календаре 28 июня 1922 года. Газета «Правда». По вызову Тульской прогрессивной группы духовенства в Тулу прибыл член Высшего церковного управления Протеерей Красницкий. Было созвано собрание городского духовенства, которое приняло резолюцию, признающее учреждение Высшего церковного управления, вызванным жизненными требованиями в церкви. Управляющий Тульской епархией епископ Игнатий сложил в себя полномочия и управление делами передал прогрессивной группе духовенства. Впервые за все время революции мы имеем в Москве свой киножурнал «Киноправда». На днях первые номера «Киноправды» демонстрировались в Первом электрохудожественном театре. Эти номера отражают важнейшие за последнее время события в республике – изъятие церковных ценностей, процесс эсеров и торжественное открытие первой государственной Каширской электрической станции. Газета «Русские вести» Гельсенфорс. В болгарском порту Варна находится более 30 лодок и плотов, прибывших из Советской России с беженцами. Беженцы передают, что на их глазах вышедший из Одессы большевистский миноносец начал обстреливать и потопил несколько парусников с беженцами, которые пытались выехать из Советской России без пропусков советской власти. Газета «Красный Алтай-Барнаул». В Новониколаевск прибыла группа американцев, имеющая специальную задачу произвести кинематографические снимки различных мест Кузнецкого бассейна – предприятий, шахт, жилищ рабочих и их жизни. Группа снабжена наиболее усовершенствованными аппаратами и необходимыми материалами. Одну первую картину группа уже отослала в Америку. Газета «Известия» Москва. Единственный в России институт ритмического воспитания открылся в 2019 году и на днях празднует трехлетие своего существования. Основные цели и задачи института – подготовка инструкторов, преподавателей и лекторов по ритмическому воспитанию. Теоретическая и практическая разработка методов ритмического воспитания в школе и научная разработка вопросов, связанных с ритмом. Курс обучения трехгодичный. Газета «Коммунист Череповец». В Бабаевской волости председатель волосполкома Жуков застрелил начальника милиции Бабаевского района товарища Богданова и застрелился сам. Причины неизвестны. Ведется расследование. Об этом писали газеты 28 июня 1922 года. Подписывайтесь на наш канал. Вопросы задавайте в комментариях. Московские старости. Сто лет тому назад. Субтитры создавал DimaTorzok